всем привет видео сегодня о подарках на 8 марта не сняла я видео во время праздника как-то закрутилась завертелась не было времени на это вот и снимаю сейчас но в принципе мы были заняты какими-то своими делами до сильно не отмечали скажу сразу никуда не ходили я не захотела вроде бы ничего такого значимого не было но зато у меня шикарные подарки подарки просто бомбические как для меня первый покажу подарок он такой может для кого-то покажется не очень но картина по номерам да это такой маленький скажем да маленькая часть подарка вот я выбирала ее сама уже после праздника на второй день по моему но мне муж купил ее оплатил и поэтому я считаю это тоже подарком вот смотрите вот такая вот картина тут их три я бы честно ряд все три купила мне тут с трамваем очень нравится еще еще поищу очень сложная она или нью-йорк старый не знаю тут не написано какой город но солнечно злого она называется город старинные машины небоскреб и меня это похоже очень на нью-йорк потому что здесь вот следующие картины которые вот здесь представлены здесь лондон и вот это это наверное с трамваем не знаю мне очень бог напоминает короче я так боком покажу близком вот так вот потому что по-другому не знаю как показать такая картина она очень сложная тут очень много деталей мелких и мне нравится ее вот такой вот удлиненный вид это первый подарок дальше сейчас секундочку ну и следующие подарки это то что мы как бы и за дочка ходила в бракард и мы тестили там всякие духи мужу понравился очень один аромат я не знаю для меня он еще новый и как бы он вроде бы мне и нравился сейчас когда я им пользуюсь он мне временами нравится временами нет короче я думаю что эта история сложная будет с этим ароматом я думаю несколько много лет будет у меня качели эти потому что аромат очень стойкий шлейфовый его очень надолго мне хватит так как я знаете ароматами не пользуюсь а если пользуюсь то только в холодное время года вы знаете что у меня аллергия вот свои нюансы есть поэтому показываю вам аромат я уже открыла уже ему пользовалась нарциссу называется да вроде бы так нарциссо родригес посмотрела я про по моему это парфюмерия сша но изготовляют во франции почитать про этот парфюм вы можете сами никому интересно но он очень такой тяжелый шлейфовый такой дорогой знаете это из таких дорогих шлейфовых ароматов он у меня ассоциируется конечно же с холодным с холодным свежим воздухом когда на улице прохладно не летом хотя может быть летом интересно будет тоже для кого-то но вот такой бутылек слава богу что муж подарил мне в тридцатке его не пятидесятки вот чему я несказанно рада вот потому что пятидесятка наверное вообще я не знаю сколько я бы ее использовал вот такой флакончик непрозрачный их два есть светлее есть темнее у меня темнее такой темный персик не знаю я не умею писать ароматы однозначно это цветочный аромат тяжелый пудровый шлейфовый вот почему он понравился моему мужу потому что он тут услышал запах пудры ему очень нравится этот запах я его пока когда использую только сзади и только так пока только знакомлюсь на крышечке описано нарциссу родригес да да нарциссу родригес почитайте я читала за него довольно таки считается не дешевый аромат он не дешевый дорогой храню я все ароматы все которые у меня есть их совсем мало в коробочках ну некоторые уже без коробочек там не дешевая совсем а вот такие дорогие храню коробочек коробочках они очень долго сохраняются следующий подарок муж не остановился он подарил мне еще одну туалетную воду я ее не распечатывала кстати вот срок до 27 года тут стоит я ее не распечатывала это не на ричи яблоко классическая взял он мне в пятидесятки 50 миллилитров я очень расстроилась ну как бы кто-то покрутит у виска да скажет но я расстроилась потому что мне не нужен такой большой аромат я сейчас раскрою покажу вам это аромат у меня был уже когда-то давно давно купили в бракарде два аромата мне вот этот не на ричи не на от не на ричи вот и дольче габбана light blue это мой самый любимый аромат я люблю свежие вообще ароматы но и шлейфовые такие тяжелые шипровые я тоже люблю странные у меня конечно вкусы да но вот этот я не открывала не знаю почему всегда открываю снизу ароматы не знаю может типа если типа что-то не так потом можно будет сдать хотя ароматы наверно не сдают на ричи такой красивый бутылок яблоко я еще не пользовалась поэтому на себя не буду наносить сейчас я пшикну сюда крышечку они уже отстоялись эти запахи они уже были они стоят уже несколько дней первый пшик вообще не делается на тело насколько я знаю он невкусный там спирты выходят на это этот запах так чуть-чуть с крышечки девочки экономные нам жалко всегда воздух прыскать да не на ричи да он полегче кстати чем вот этот родригес нарциссу этот полегче намного но тоже цветочный шлейфовый мне это нравится с этим не надо привыкать к нему это привычный запах хотя у меня с ним была долгая история для меня он был тоже сладкий а кстати мы тогда купили не два аромата в бракарди а три у меня еще герлен стоит кстати свежий запах который я не могу использовать как-нибудь соберусь сниму вам видео покажу свои ароматы классный аромат вот и десятка на ветер он не полный идет флакон почему-то у меня было 30 . а это 50 50 много красиво вообще хочется хранить вот так на полочке без коробочки но к сожалению без коробочки я не хочу хранить потому что я редко буду с ароматами не они испортятся так и дальше дальше вообще для меня были ароматы классно конечно я оценила этот подарок так как это дорогостоящие подарок да довольно таки но для меня ароматы это не очень практичный подарок так как я ничего не гурман не использую их постоянно прямо там каждый позже день могу забыть могу не захотеть вообще пользоваться следующее это было косметиком уходовая у меня никогда не было хотя я что-то припоминаю было у меня то ли это иван то ли какой-то фирмы у меня было масло для умывания но тогда никто не знал о том что она гидрофильная короче я хотела гидрофильное масло во первых так как у меня появился крем spf h2 теперь хоть и маленькая версия но все равно вот spf с ним смывается говорят только гидрофильным маслом я не сильный знаток в этом всем короче вот такое гидрофильное масло подарил мне муж это корейское масло оно просто бомбическое она косметику смывает очень классно но после него надо умываться умывалкой так пишет так говорят вот вот такая вот фирма очень классное масло очень она такой у него запах приятный принципе сейчас я хотела сказать вам по запаху ну можно сказать просто такой свежий духи просто перебивают да такой свежий запах легкий легкий почти почти неуловимым наносите его разносите вот так в ладонях на сухую кожу хорошо хорошо растираете можно сказать массажными движениями там минутку-две сколько у вас хватит терпения и потом смывать это все водой вот после этого умываетесь умывалкой очень крутая штука мне прям понравилось очень дальше я очень хотела давно энзимную пудру я слышала про это но никогда не пользовалась энзимная пудра это средство тоже для очищения вот я так понимаю это типа такой полирующие типа скраб в виде пудры у меня скин бар это по моему украина делает не по моему сто процентов скин бар фирма на майкапе продается тоже вот вот так вот выглядит у меня 50 миллиграмм всего лишь часто ее не используют показать вам не смогу там обычная пудра у нее такой приятный свежий запах вы не представляете короче наносите ее на ладошку чуть-чуть водички до кремового состояния разбавляете ее много не надо и опять же я так в руках растираешь легче было и хорошо хорошо массируете кожу кожа становится вы знаете я делаю скраб с содой тоже полируется очень лицом но суда не всем может подойдет чувствительной кожи она подпекает бывает у меня просто кожа комбинированная это энзимная пудра она очень просто лицо полированная такое гладкая красивая как у младенца узнать и ряд как попка у младенца просто шикарная короче я такого эффекта еще ничего не ощущала мне очень понравился этот продукт я рекомендую и следующее знаете елизавета я прям это любовная это корейская косметика не очень дорогого сегмента она идет я искала себе крем под глазам и увидела вот этот крем на и хердин вот я увидела и стала читать отзывы все были поражены этим кремом отзывы практически ну не тушил все практически были отзывы хорошие он значит крем для очей с экстрактом ласточкиного гнезда волк опыз короче это крем под глаза с экстрактом ласточкиного гнезда взяли его в украине не на и хербе он в украине был чуть чуть дешевле и не надо ждать вот упаковка такая зайчик тут открываете птичка тут птичка и баночка во-первых огромная упаковка меня подкупила тем что все писали что настолько огромная упаковка и настолько классный крем что его используют на все лицо я подумала ну некоторые жаловали что он как маска что он не впитывается что он как вазелин но в основном все отзывы были хорошие я такая подумала у меня в принципе ночного крема нет у меня есть дневной с улиточной слизью тоже корейский очень хороший но ночного у меня нет на ночь я использую маслом в основном сыворотку и после этого масло или календулы масло чистое до либо масло алоэ еще я могу этим же улиточным кремом помазать лицо на ночь вот фактически у меня ночного крема нет из таких знаете каких-то хороших я такая подумала вот убью два зайца и под глаза и на лицо очень понравился крем сразу скажу тут тоже птичка и тут птичка здесь открываете такой вот ложечка идет очень классно что ложечка я прям очень довольна здесь еще зайчик но вы не увидите вот и крем короче по ощущениям вчера дочка приходила пользовалась вот этим всем что у меня есть тестила на себе и она сказала прям мое мнение об этом креме но я еще не спрашивала какие ощущения понравилось и энзимная пудра понравилась гидрофильная у нее есть но у нее другого производителя она говорит такой же принципе ой лезла пальцем вот крышечка он похож на баттер баттер знаете масло для тела вот такой баттер очень похож вот запаха можно сказать он практически не имеет запаха наверно такой легенький кремовый вообще почти нет запаха нет очень видео вы что такое его наносишь на лицо и она наношу его толстым слоем и под глаза еще потолще вот после сыворотки конечно и он классный он впитывается да на лице какая-то знаете как говорят пленка но он не пленка просто чувствуется крем пленки такой неприятный нет просто чувствуется крем но он впитывается и остается вот как вроде вы кремом помазаны просто ночным да очень классное лицо на утро неплохой под глазом неплохой мне понравился короче я очень им довольна прямо вот можете посмотреть вся эта косметика не супер дорогая что крем что энзимная пудра у меня можете посмотреть на майкапе наеве вот муж заказывал нам и как и это масло тоже все мы очень я очень довольна очень довольна подарками вот это водичка мне нравится а с этой я буду конечно дружиться надо будет не подружиться потому что моему мужу она очень нравится она мне я два дня ей пользовалась и до этого я тестила ее два раза в бракарди она мне нравилась а на третий день попользовалась или меня был очень очень какой-то неприятное послевкусие но возможно это связано с какими-то погодными условиями с температурой не знаю потому что духи ароматы они вообще такие интересные капризные знаете это тут вообще не не угадаешь никак все такие подарочки водички мои 33 дорогих ароматом еще герлен у меня вообще с ним не подружилась этот кремчик шикардосным пудрочком маслечком ну конечно же картина я к ней приступлю обязательно у меня просто еще есть незаконченная картина осталась вот и я когда закончу ту которую не закончила начну эту же я не люблю не доделывать одно потом начинаешь второе уже к старому не хочется возвращаться всем пишите какие подарки были у вас может это конечно сейчас не на часе можно так сказать очень печальные новости у нас стране и у нас семье я мне прям лично нашей семье но это коснулась людей которых мы неплохо знали до разных людей конечно все это печально но вот этим всем хочется просто отвлечься девочки там потому что иначе можно сойти с ума все хорошего настроения мира